Здравствуйте, мои хорошие! Всех приветствую на своем канале. В этом видеоматериале будем работать с текстами Откровения Иоанна Богослова. Я хочу дать собственную интерпретацию на 8 и 9 главу, поэтому мне бы хотелось, чтобы вы достали тексты и отследили тот материал, который я буду озвучивать. Итак, начнем с того, что Откровение Иоанна Богослова по-другому называется апокалипсис. Многие из вас считают, что апокалипсис обозначает конец света. Ни в коем случае это слово переводится как предвидение. Или пророческие видения Иоанна Богослова о будущем человечестве. Когда мы открываем тексты Нового Завета, в первую очередь мы, конечно же, обращаемся к этим текстам, к текстам Откровения, потому что нам хочется всем узнать наше будущее, будущее нашего человечества, будущее нашей цивилизации, будущее нашей планеты, и многие задаются вопросом, как можно узнать о тех событиях, которые еще не произошли. Вот здесь вы должны понимать одну вещь. Когда наш создатель создавал мир, то все изначально создавалось на информационном уровне, то есть на уровне мысли-формы, на уровне мысли-события. Это был целый сценарий действий, и все это зафиксировано в нашем общем информационном поле. Только затем это все материализовалось. Поэтому мы можем считывать информацию и из прошлого, и из настоящего. Я говорю сейчас о всевозможных дежавю, которых вы пытаетесь совместить с реинкарнацией, которая неизвестна была или не была. И, конечно же, мы можем считать информацию о нашем будущем. Почему трудно воспринимаются вот эти тексты? Потому что вы должны понимать, что человек, который передает нам эту информацию, жил в совершенно другое время, в совершенно другом социуме. Он пользовался теми ассоциациями, которые свойственны ему. Поскольку его окружал определенный мир, вы должны понимать, что не было самолетов, вертолетов, военной техники, боевого оружия как такового. Но я сейчас говорю о том оружии современном, которое существует на сегодняшний момент. Не было машин, поскольку средствами передвижения были ослы, верблюды, лошади. Поэтому, когда Иоанн Богослов что-то описывает, он использует понятие колесница, саранча, поскольку он жил в пустыне и наблюдал саранчу. Конечно же, он в качестве ассоциации использует такое понятие, как скорпион. Поскольку он видел скорпионов. Для нас это все на уровне фантастики, поскольку многие из нас этого просто-напросто не видели. Только на картинках. А тогда жил человек в более естественных условиях и знал о мире значительно больше, чем мы на сегодняшний день, как ни странно. Поскольку он стремился изучать этот мир. Итак, давайте обратимся к текстам. Прежде чем зачитать вам цитаты, я хочу донести до вас еще одну мысль. Если мы возьмем сегодняшний сотовый телефон, сенсорный, то человек, который никогда не видел стекла, скажет, что это кусок льда. Если мы покажем этот телефон, человек, который видел стекло, он скажет, что это кусок стекла. Если мы покажем голубой фон, то он скажет, что это не голубое стекло, а скажет, что это стеклянное море, поскольку у него будет ассоциация с морем в первую очередь. Когда нам пророки говорят о том, что играет гусли, или я слышал музыку, похожую на игру гусли, то это не значит, что действительно играли гусли. Возможно, это играл симфонический оркестр. Но для пророков того времени это понятие было неизвестное. Поэтому не удивляйтесь тем образом, который они пытаются нам передать. Итак, начнем. Седьмой стих. Я хочу вам сказать, что здесь информация, которая есть, связана с боевой техникой. Читаем. Первый ангел вострубил и сделался град, и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Итак, начнем с ассоциации, которая связана с градом. Если это град, значит, это падало с неба. Но это падало вместе с огнем, то есть он видел огонь. Еще падало с кровью. Вы должны понимать, что это был обстрел с воздуха, либо с вертолета, либо с самолета. Он видел боеприпасы, которые летели. Возможно, это были бомбы. Мне достаточно трудно работать с этой терминологией, поскольку человек далекий от всех этих понятий. И мне бы не хотелось их когда-то в будущем изучить. И так, смешанный с кровью. Он видит, что огонь летит вниз. То есть он мог видеть самолет или вертолет, который падал, горел. Он мог видеть пилотов, которые были все в крови. Все это падало на землю. Естественно, взрывалось, воспламенялось. Начинался пожар. Сгорали деревья, сгорала трава. Возможно, это переходило в массовое возгорание леса, что он и описывает. Еще раз пересчитываю эту цитату, а вы теперь сравниваете с тем, что я сказала. Первый ангел вострубил, и сделался кратый огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Теперь смотрим. Другую цитату. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, не сверклась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Вот когда я эту цитату прочитала, у меня почему-то возникла картинка падающая ракета в море, или падающий самолет, поскольку он выглядит примерно так же. Но если прочитать следующую цитату, то там дана конкретика. И так, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Если погибла третья часть судов, то значит, это связано с чем-то, то, что уничтожало эти суды. Если погибли одушевленные твари, то воздействие было физического характера. То есть, либо их оглушило волной, либо это было попадание осколков. Таким образом, я пришла к выводу, что речь здесь идет о горе, которая низверглась в море, и этой горой была подводная лодка. Естественно, подводная лодка имеет ракетные установки, боеголовки, при помощи которых уничтожались корабли, при помощи которых уничтожалась параллельно живность. Десятый стих. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек, и на источнике вод. Имя сей звезде полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Возможно, здесь, конечно, речь идет о химическом оружии, которое попадало в воду, и вода стала непригодной. Возможно, конечно, речь идет о радиоактивном оружии, поскольку радиация тоже убивает и делает воды непригодными. Но, скорее всего, возможно, как вариант, здесь речь идет не о звезде, а о факеле, поскольку слово факел связано у нас ассоциативно с понятием нефть. И, скорее всего, здесь речь идет о танкере и о выбросе нефти. И по этой причине, по причине экологической катастрофы, все воды становятся горькими. Их нельзя пить. Дело в том, что нефть достаточно быстро распространяется. Одна тонна нефти буквально в считанные минуты распространяется на 30 квадратных километров. И вот эта тончайшая пленка приводит к гибели всего живого в море. И фауны, и флоры. Если в предыдущей цитате речь шла о фауне, то здесь уже, скорее всего, умирает и флора параллельно. И, естественно, страдает человечество. Смотрим дальше. Вот вам и звезда полынь. Скорее всего, конечно же, это нефть. Четвертый ангел вострубил и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд. Мы сразу так третью часть убираем и нам кажется, что все. Солнце разлетелось, луна разлетелась, звезды поисчезали, попадали куда-то. Ну, читаем дальше. Правильно читаем. Как они исчезли? Так, что затмилась третья часть их. И третья часть дня не светла была, так как и ночью. То есть было настолько темно, что было видно только треть луны и треть солнца. Причем и днем и ночью был этот смрад, этот дым. Так, я теперь начну читать сразу девятую главу и попытаемся понять, о чем здесь говорится. Пятый ангел баструбил, я увидел звезду, падающую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладези. Вот это описание дает нам понять, что вот эта звезда, которая падала, дала сигнал к действию. Скорее всего, он видел сигнальную ракету, и после этого появился дым на небе, который как бы выходил из кладези. Вы видели шлейф от самолета? Вот нечто подобное наблюдал Иоанн богослов. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладези. То есть вот за счет этого дыма, который он называет дымом, трудно было видеть солнце и трудно было видеть луну. Слушаем дальше. Из дыма вышла саранча на землю. То есть это саранча, то, что она описывает дальше, связано с дымом. И тогда была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, только одним людям, которые не имеют печати божьей на челах своих. Какую власть имеют скорпионы? Они при укусе, конечно же, выделяют яд. И за счет токсических веществ приводят к летальному исходу человеческого организма или живого организма. причем страдает и нервная система, и кровеносная система, и дыхательная система. И когда я почитала симптоматику, которая связана с оскорпионом, то была очень удивлена. И мне это сильно напомнило симптоматику нашего сегодняшнего коронавируса. И одышку, и отек легких, и остановку сердца. и проблемы с кровеносной системой. И если дана была власть саранча влиять только на людей, а не трогать зелень и деревья, то, конечно же, речь идет о химическом оружии, либо бактериологическом оружии. Как вариант это, возможно, радиация, но здесь я не вижу, что это радиоактивное оружие, поскольку здесь описывается самый обыкновенный военный самолет с военным летчиком. вы сейчас поймете, о чем идет речь. Итак, и дано и не убивать их, а только мучить пять месяцев, и мучение от нее, подобно мучению от скорпиона, когда ужали человека. а вот эти пять месяцев меня почему-то привели к мысли, что речь идет о великолепной войне. Вот как-то мне кажется, что эти события связаны не с третьим мировой, о которой сейчас говорят. И здесь описываются не беспилотники, самолеты, а здесь речь идет о Второй мировой, поскольку уже во время Второй мировой были все виды оружия, в частности химическое и бактериологическое. Итак, будут мучиться пять месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. То есть это болезненное ощущение, причем посмотрите, какие интересные ощущения, когда ужалит человека скорпион, то очень сильно идет воздействие на психику, состояние апатии, состояние стресса, желание умереть, отсутствие радости, то есть это самые настоящие мучения. Человек хочет умереть, а не может, поскольку достаточно много симптоматики негативного характера, то есть желание жить пропадает. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. Итак, это техника, военная техника, то есть это было средство для войны. Понятно, что он не мог назвать машину, военную машину, как-то по-другому, он понимал, что это конь, в его понимании. и на головах у нее как бы венцы, так, коням, приготовленные на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, волосы у ней, как волосы у женщины, зубы у ней, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум открыли в ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну, начнем, конечно же, с крыльев. Если были крылья, то понятно, что речь идет у нас либо о вертолете, он видел лопасти, либо скорее всего он видел самолет. Броня. Броня это защита. И на тот момент уже понятие броня у них было. И он сравнивает броню с железом. Броня с железной. То есть это было литое. То есть это описание идет явно самолета. Вы скажете, почему саранча? Дело в том, что саранча чем-то напоминает самолет. И крылышки есть, как вот нос самолетика обозначен. Ну смотрите, вы скажете, а при чем тут лица, как у людей? Волосы, как у женщин? И венец. Дело в том, что здесь описывается пилот, военный летчик, который в военном самолете обычно сидит в шлеме. зубы, как у льва, речь идет о шлеме, который открывается. Это и есть зубы. Затем вот эти вот, вот это вот описание, которое связано с венцом золотым, венец золотой, он имеет такую вот круглую форму, то есть это и есть описание шлема. Волосы, как у женщин. Я долго не могла понять, что за волосы и почему они должны там присутствовать. Дело в том, что вот эти шлемы содержат еще специальное приспособление для дыхания в виде шланга или в виде вот такой аппаратуры, которая напоминает женскую косу заплетенную. Поэтому, возможно, вот эта ассоциация у него возникла. У ней были хвосты, как у скорпионов, а в хвостах ее были жала власть и же ее было обретить людям пять месяцев. Итак, хвосты были, как у скорпионов. Если посмотреть на самолет сверху, то в этой проекции хвост смотрится действительно в виде жала. Если посмотреть сбоку, то почему-то ассоциация будет идти с птицей. вот, видно, он видел вот это все сверху. Смотрим дальше. Вредили жала. Вы должны понимать, что когда распыляются ядохимикаты, когда бросаются бомбы, другие какие-то боеголовки, то они как бы подаются через хвостовую часть. Поэтому он говорит о том, что вред наносится именно с хвоста. Так, я буду пропускать некоторые цитаты, которые без вот этих описательных моментов. 16 стих. Число конного войска было две тьмы тем, и слышал число его. Но тьма тем это 10 тысяч, в два раза больше 20 тысяч. Это конное войско, то есть это войско, которое на земле. Это уже оружие, которое связано с поверхностью земли. Так видел я введение коней, на них всадников, которые имели на себе бронеогненные, гиацинтовые, серные. Головы у коней, как головы у львов, изо рта их выходит огонь, дым и серо. Ну вот здесь идет описание либо зенитных установок, либо пушек, поскольку головы у коней напоминали головы львов. Если вы посмотрите на дым, на огонь, который выходит из ствола, то он действительно напоминает чем-то гриву в проекции. гриву льва. И изо рта, послушайте, выходит огонь. Итак, брони какие? Огненные, то есть это огнестрельное оружие, гиацинтовые. Гиацинт это камень красно-коричневого цвета, то есть он дает окраску либо огня, либо цвета самого вот этого предмета. И серные. Серные это желтый оттенок. Если посмотреть на фотографии пушек, то большинство покрашено как-то в такой вот теплый оттенок, либо коричневый, либо желтоватый, либо золотистый. но некоторые пушки покрашены в зеленый цвет. Но вот большинство фотографий, которые я видела, все-таки имеют теплые охристые оттенки. Изо рта их выходит огонь, дым и серо. Речь идет о порохе. Он же не мог объяснить, что использовался порох, огонь. в состав пороха входит у нас нитрат калия. Он дает вспышку огня. Сера. Сера используется как топливо. И дым, я думаю, что скорее всего возникает при реакции из древесного угля. Здесь как бы он пытается объяснить действия вот этой пушки. Вот этот пушечный удар. И как бы мы понимаем, что здесь что-то связано с порохом. Выходящие изо рта их умерли. Так, от этих трех язв от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их умерла третья часть людей. понимаем, что конечно же таким образом уничтожалась и боевая техника, и люди, и вот это вот одна треть понятия понятно, что такое примерное. Я не думаю, что действительно такое количество погибло. Вот эта ассоциация мне непонятна. Вот сила коней заключалась во рту их и хвостах их. А хвосты их были подобны змеям, имели головы, и ими они вредили. Когда я первый раз прочитала, мне показалось, что речь идет либо о бронетранспортерах, либо о танках, но вот эти хвосты, о которых идет речь, они меня привели к тому, что речь идет о зенитных установках или о пушках, ну по крайней мере, так я называю эту технику военную, поскольку сила коней заключалась во рту их. То есть снаряды у нас получается выходили через рот, а хвосты были подобны змеям. Здесь речь идет об патронажных лентах. Ну смотрите, имели головы имели головы. Речь здесь идет понятно, что о патронах и патроны чем-то напоминают змеиные головы. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, не ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в плододеянии своем, ни в воровстве своем. Ну вот, я на этом все закончу, потому что здесь вот описание оружия закончилось. Дело в том, что вот эти цитаты дают понятие того, что несмотря на то, что действительно очень много народу погибло, если мы возьмем Вторую мировую войну, то вовлечено в войну было 1,7 миллиарда, погибло 80 миллионов, по одним источникам 60 по другим, 60 стали инвалидами, 30 были ранены, короче, просто глобальные масштабы, глобальные потери. Может, это и есть одна треть, поскольку четкой статистики мы не наблюдаем, но тем не менее. Как убивали, так и продолжают убивать. Никаких выводов не сделали, как поклонялись едовам, так и поклоняются. Это отдельная тема. На этом всего-всего доброго. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok